Больше 20 тысяч обращений в год поступает в службу госжилинспекции Ивановской области. Львиная доля из них от жителей, недовольных работой своей управляющей компанией. Заявлений и обращений было бы больше, если бы население знало о своих правах и считало нужным их отстаивать, уверены сотрудники ГЖИ. В сезон весенних протечек и совсем неромантичных ручьев с крыш, они напоминают владельцам жилых помещений элементарные правила поведения в случае коммунального ЧП. Если беда случилась, необходимо немедленно звонить в аварийную службу или управляющую компанию. За заявку считается даже устное обращение. При этом такая заявка, сообщение, она подлежит обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской службе управляющей организации. И в течение двух часов, если аварийно-диспетчерской службе неизвестны причины возникновения нарушения качества жилищной услуги, то должна быть организована проверка. И в течение двух часов аварийно-диспетчерская служба связывается с потребителем и уточняет дату и время назначения такой проверки. Никаких оправданий, ни выхода специалиста на место у коммунальщиков быть не может. Так оговорено в законе. Срок реагирования управляющей организации согласно постановлению 170-го Минстроя о правилах и нормах эксплуатации жилищного фонда устанавливает срок в один день. То есть управляющая организация с момента фиксации обращения заявителя должна отреагировать в течение суток. Коммунальщики должны прийти, составить акты, предложить меры. Как известно, слово к делу не пришьешь. Поэтому любое общение о проблеме с официальными лицами лучше документировать и составлять соответствующие акты. Особенно, если меры обещают принять, например, к началу строительного сезона. Без такого же акта не обойтись, если коммунальщики на протечку или другой ЖКХ-катаклизм не вышли. Соседи составляют акт, в котором они указывают адрес, место, дату, время, где обнаружена протечка. То есть какие еще визуальные нарушения они видят в целостности, может быть, кровельного покрытия. Все это необходимо подробно описать в этом акте. И этот акт подписывается потерпевшим потребителям, также двумя незаинтересованными лицами и советом на квартирного дома. Такой акт направляется в управляющую компанию. Если управляющая компания все-таки не принимает мер, не реагирует, то в таком случае необходимо обращаться в контролирующие органы. Контролирующий орган – это как раз государственная жилищная инспекция. Если в доме есть квартиры в муниципальной собственности, обращаться целесообразно в органы местного контроля, в администрацию. В Ивановскую мэрию поступает ежемесячно около тысячи обращений. Если факт невыполнения управляшками, обязательств будет доказан, их накажут рублем. Мы будем работать в рамках действующего законодательства. Будем давать предписания, отслеживать сроки его выполнения. При невыполнении направлять материалы для возбуждения административного дела производства. Иногда за свои права нужно долго и мучительно бороться. И хорошо, когда эта борьба подкреплена бумагами с входящими номерами и подписями. На руках владельцам жилых помещений необходимо держать все копии обращений. Только на слово забывчивым коммунальщикам лучше не верить. Подать заявление в госжилы инспекцию, если своими силами справиться не удастся, можно на личном приеме и через интернет. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале ГИС ЖКХ. Там же размещена подробная информация о каждой управляющей организации региона. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.